Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. Ну что, наконец-таки мы добрались до дегтя и начнем о нем рассказывать. Рассказ мой построен на основании моей статьи. В этой статье я постарался собрать как можно больше информации о березе. Обработать ее и выдать так, чтобы в первую очередь она была понятна мне. Когда она понятна мне, я думаю, она будет понятна тогда и вам. Березовый деготь. Из березы получаю деготь. Слово деготь переводится как горелая или сжженная. Внешне деготь представляет собой маслянистую, вязкую, жидкую, сильную, специфическую запаху. Это очень важно. Именно запах создает вокруг нас ауру, в которой могут жить соответствующие микроорганизмы. Для чего мы создаем свою ауру у нас имеется. Для того, чтобы разогнать все лишнее. Плюс, если ее не хватает, мы добавляем другого. В частности, вот дегтя. И в результате, за счет этого, мы, болезнетворные микроорганизмы, от себя начинаем отталкивать. Зачем нам нужен запах? Если говорить в целом о лечебных и полезных свойствах березового дегтя, то вот они. Очищающие противопаразитарное действие, противомикробное влияние, противовоспалительный эффект, ускорение процессов регенерации ткани, улучшение кровообращения, очищение организма от вредных результатов обменного процесса, улучшение работы сердечной мышцы и пищеварительной системы, рассасывающее, подсушивающее, анестизирующее, общеукрепляющее действие. Вот такими вот действиями обладает деготь, березовый деготь. Кстати, дегтя бывают различные. И наиболее сильный из них, говорят, это можжевеловый деготь. Запомним для себя. Итак, березовый деготь показан к применению при отите в хронической форме, банхиальная астма, ангина, грибковое поражение кожных покровов, гнойные раны и язвы, ушибы, псориаз, экзема, высыпание на кожу различной природы, стоматит, мастит после родов, нарушение в нормальном обмене веществ, чесотка, отлишия, сибореи. То есть все это заболевания вызываются паразитами. И нам важно себя обезопасить от внешних паразитов. В чем деготь, а особенно преуспел? Геморрой, цистит, заражение гельминтами, опять-таки, кишечных инфекциях, опять-таки, заболеваниях суставов. В заболеваниях суставов здесь они могут возникать как от разного рода паразитов, когда человек, допустим, ангиной переболел, потом говорят, а, ревматизм дало обострение на суставы, вот, чтобы этого не было, либо же мы суставы застудили, и здесь надо применять нечто горячее, деготь, жжёное, что? Чтобы вытеснить патологическую энергию, болезнетворную энергию холода из суставов. Видите, как двоякий подход. Либо от микроорганизмового разрушения сустава идёт, либо от холода. Вот в этом надо разбираться, чтобы правильно применять то или иное средство, а не просто валить в одну кучу. Дюгат из берёзы бывает двух видов. Берёзовый, это очень важно, из древесины берёзы и берестовый, из бересты берёзы. Естественно, свойства их будут отличаться. Берёзовый используют для наружного, а берестовый для внутреннего применения. И берестовый, так как береста защищает берёзу от внешних, так сказать, влияний, вредных, в том числе от паразитов. Это будет более, как бы сказать, мощное средство от того, что я ранее перечислял. Особенно от паразитов. Берёзовый дюгат интересен своими свойствами. Например, антисептическими уничтожает микроорганизмы, бактерии, грибки и вирусы. А мы всё ищем что-то, ищем какие-то там вакцины, когда вот уже есть вещи проверенные. И важно отметить, что устойчивость микробов к дюгтю со временем не образуется. Вот что важно. Важно в кубе. Поэтому он эффективен. При акне, уреоисипе, перхоте, на яичковых заболеваниях, которые возникают от стафилокока. Ссадин. Хорошо зарекомендовался в лечении грибковых инфекций кожи. Грибковых инфекций кожи. Кератолическая способствует размягчать и удалять отмершие старые клетки кожи. Это способствует её обновлению, приданию здорового вида и свежести. Противовоспалительная. При местном применении снимает боль, красноту, припухлость кожи. Это хорошо при любых дерматозах, псориазы, акне, экземе, атопической дерматиты и других. И проблемной коже. Проблемная кожа это как раз та кожа, на которой поселяются разного рода бактерии и прочие паразиты. И её, так сказать, начинают с кожи жевать. Противозудная. Способствует снимать зуд, чувство жжения и другие неприятные ощущения на коже. Что подходит при любых дерматозах. Опять-таки псориаз, акне, экзема, атопический дерматит и другие. И проблемная кожа. Заживляющая. Способность ускорять восстановление кожных покровов после различных повреждений. Его чаще всего применяют для лечения кожных заболеваний при многих острых и хронических дерматозах, псориазе, в том числе в волосистой части головы, подострой и хронической экземе, микробной экземе, неродермитии, пачесухе, атопическом дерматите, ихтиозе, чесотки, сибореи и сиборейной экземе, гипертиформа дерматите, дюринга, грибковых заболеваниях кожи, волос, ногтей, пиодермиях, аллопециях, кожном зуде. К тому же он способствует восстановлению верхнего слоя кожи, улучшает кровоснабжение подкожных тканей и ускоряет роговение клеток. Важно здесь подчеркнуть, вот все то, что я перечислил, вот эти все там заболевания, понятные и непонятные, это все вызывается внешним возбудителем. И вот против всего этого внешнего возбудителя дюгать как раз и действует. Что касается наружного использования дюгтя, то можно поступать так. Первый способ использования. Дюгать наносится тонким слоем на пораженный участок кожи 1-2 раза в день под повязку. Стирать его не нужно, достаточно нанести на кожу. Второй способ использования. Дюгать наносится на пораженный участок кожи 1-2 раза в день, Постепенно увеличивая время аппликации с 10 до 30 минут По истечении этого времени деготь смывает с кожи теплой водой с применением мыла Сухость кожи или ощущение стягивания можно устранить увлажняющим кремом Процедуру лучше делать вечером, так как есть у дегтя специфический запах и маслянистая структура, которая плохо смывается То есть это конечно плохо для общения Третий способ использования 100-150 мл смеси дегтя со спиртом 1 к 1 или 1 к 2 Используется для дегтярных ванн Курс лечения кожных болезней занимает от 1 до 6 недель Но здесь важно понимать почему курс занимает столько времени Он может занимать еще больше времени Важно добиться результата, а не то что курс мы прошли и это гарантированно, что этого не будет Такое наблюдается очень и очень редко Поэтому вот какие-то сроки такие, а их надо к ним относиться разумно Хорошо для кожи принимать дегтярные ванны Для этого надо смешать деготь со спиртом в отношении 1 к 5 и добавить грамм раствора, всего лишь 1 грамм раствора воды Березовый деготь разводят в разогретом сале в соотношении 1 к 4 и получают мазь Ее наносят на больные участки кожи Особенно хорошо помогает при лечении экземы При простуде мазь наносят на крылья носа При болезнях почек под нижними углами лопаток При головной боли на виски Некоторым рекомендуется смешивать сало и деготь в равных пропорциях Как вариант, мазь с вазелином 1 часть дегтя и 10 вазелина Березовый деготь, содержащий большое количество фенолов и являющийся сильным антисептическим противомикробным средством Он входит в состав мази Вишневского и мази Вилькинсона Им лечат чесотку и некоторые другие заболевания кожи Кстати, вот когда вы начинаете там лечить какие-то грибковые заболевания Особенно псориаз, экзему Очень важно изнутри воздействовать Потому что если у нас имеется что-то на коже Это не говорит о том, что у нас кожа только заболела Это говорит о том, что весь организм заболел Он уже весь пропитан вот этой вот всей заразой, которая просто манифестирует себя уже только на коже А на самом деле там тлетворный процесс идет внутри по полной программе Поэтому и снаружи и внутрь Предостережение длительное применение березового дегтя и содержащих его мази Может привести к раздражению кожи, а при экземе обострить процесс Лечение грибка ногтей Деготь наносят равномерным слоем на поверхность ногтевой пластины и держат час Ногти предварительно необходимо подготовить, распарить, удалить размягченную поврежденную ткань После процедуры вытереть ноги насухо И после этого можно применять деготь То есть если он на пальцах ног, а есть и на руках Повторять процедуру раз в 2-3 дня Для достижения положительного эффекта достаточно одного месяца Желательно обработать обувь, стельки протереть ваткой с небольшим количеством дегтя Тогда не будет рецидива Так, сразу же мое пояснение Что и внутрь надо что-то принимать Потому что мы думаем, что деготь только на ногтях Нет, если он на ногтях, он уже и давным-давно внутри Для защиты от гнуса и клещей небольшим количеством дегтя Смачивается головной убор, верхняя одежда вокруг ворота, рук-ног Либо шерстяная нить пропитывается дегтем и завязывается на кистях рук, шеи, ногах В садоводстве опрыскивание против колорадского жука 100 граммов дегтя на 10 литров воды Для отпугивания бабочек и яблочной плодожорки Опрыскивание плодовых деревьев, кустов смородины и крыжовника 2 столовые ложки дегтя на одно ведро воды Для отпугивания облепиховой мухи Размещение баночек с раствором дегтя в корнях облепихи В животноводстве при ящерных поражениях копытиц Их очищают и обрабатывают чистым березовым дегтем Или смертью дегтя пополам с рыбим жиром Для смазывания и пропитывания повязок Внутр деготь назначают при инфекционных и гельминтозных заболеваниях дыхательных путей Как отхаркивающее, антимикробное и противопаразитарное средство В форме ингаляции паров чистого дегтя Можно сейчас применять? Нужно сейчас применять! Для дезинфекции помещений, скотных дворов, выгребных ям, предмета ухода за животными И стоил применяют деготь в различных серо-дегтярных, это значит щелочных растворах Для обеззараживания конской упряжи обычно используется чистый деготь Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести Пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту Цены вас приятно удивят Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас Продолжение следует... Продолжение следует...